Аллея генеральных конструкторов была открыта на территории госпредприятия «Ивченко Прогресс». Дань уважения выдающимся моторостроителям отдали люди, которые с ними работали и дружили, а также представители областной и городской власти. Так получилось, что с 1945 по 2010 годы в Запорожское конструкторское бюро «Прогресс» возглавляли всего три человека. Герои социалистического труда Александр Ивченко и Владимир Лотарев, а также герой Украины Фёдор Муравченко. Под их руководством было разработано и создано более 50 типов авиадвигателей, которые эксплуатируются сегодня в 120 странах мира. Увековечить память выдающихся авиаконструкторов гранитными бюстами решили их соратники и ветераны предприятия. Запорожская школа по праву вошла в лидеры мировых школ. Только наш двигатель Д-27, который прошел госиспытания в прошлом году, опережает аналогичные зарубежные разработки более чем на 10 лет. Эти великие люди и сейчас вместе с нами. Они нам завещали хранить прогресс, хранить традиции, развивать авиационное дверястроение, дружить вместе с Россией и братскими странами. По словам президента Асад Виктора Чайко, который начинал свою деятельность на прогрессе, а затем вырос до замминистра авиапромышленности Советского Союза, он долгие годы работал с каждым из этих выдающихся моторостроителей. Он подчеркнул, что аллея генеральных конструкторов – первая и единственная в отечественном авиастроении. Я глубоко убежден в том, что перспективы запорожского КБ «Прогресс» вместе с МОТРСИЧ прекрасные. Поэтому от имени всей делегации 36-го заседания Международного Конституционного Совета по сотрудничеству между Россией и Украиной власти мы благодарим коллектив ОКБ, ЗМКБ «Прогресс» и желаем ему новых творческих успехов в развитии отечественного авиационного дверястроения. Президент акционерного общества МОТРСИЧ Вячеслав Богуслаев подвел черту торжественного мероприятия. Мы все делаем и будем делать для того, чтобы запорожская корпорация, которую мы создали, моторостроительный, как национальный центр развивался. Я благодарен Игорю Федоровичу, что эта традиция – не забывать великих своих учителей продолжается. Мы были, есть и будем всегда вместе.